Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Вопрос с пристрастием» в студии Оксана Антоненко. А в гостях у нас сегодня Валдес Кирис, глава профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам видеочать на портале Микснюс ЛВ. Присоединяйтесь. Давайте начнем наш разговор с вашей акцией протеста, которая пройдет буквально в ближайшие дни, на 20 апреля, как я понимаю, запланирована. Почему сейчас, собственно? У нас ведь принято, извините, что перебивают. Вот перед принятием бюджета, когда вот еще можно что-то переделить, тогда обычно бюджетники, врачи, полицейские, не знаю кто, учителя устраивают акции протеста. Сейчас почему? Ну, во-первых, потому что, наверное, уже такое совпадение, что, с одной стороны, уже началась работа над бюджетом следующего года, не только следующего года, а и, ну, можно сказать, бюджет следующих трех лет. Уже все-таки стартовый выстрел прозвучал со стороны Министерства финансов, то есть работа уже над бюджетом ведется. Во-вторых, финансирования здравоохранения в Латвии крайне недостаточно уже в этом году. Для здравоохранения было правительством выделено всего лишь 3% от всеобщего валового продукта. Это наименьшее число, наименьший показатель с времен 2001 года. И в третью очередь, потому что... То есть даже меньше, чем во время кризиса? Да. Да. Гораздо меньше. И потому что 20 апреля в Риге будет происходить совещание министров здравоохранения из стран Евросоюза. И именно к этому мы приурочили нашу акцию протеста. Мы хотим все-таки обратить внимание всей Европы на то, как недостаточно обеспечивается доступность и качество здравоохранения жителям Латвии. А вот поясните, в чем связь? Вам ведь надо каким-то образом повлиять, не знаю, на министра здравоохранения, судя по всему, его надо убедить в том, что денег не хватает, хотя он наверняка в курсе. Но так или иначе. На министра финансов, я предполагаю, который все-таки как-то делит финансирование бюджетным. Может быть, на премьер-министра? Может быть, на коалиционные партии? Причем здесь Европа? Ну, скажем так, Латвия все-таки является страной, которая вступила добровольно в Евросоюз. И вступая, обязалась выполнять то, что предусматривает законодательство Европейского Союза. То есть, не Латвия одна отвечает за свои поступки, а также и институции Евросоюза, тот же Европарламент, тот же Евросовет, в котором Латвия сейчас президирует. Ну и к тому же, конечно, мы будем обращать внимание и местных политиков на ситуацию, потому что вы совершенно справедливо отметили, что без вмешательства коалиционных партий, без вмешательства премьер-министра эту проблему решать нельзя. Мы хотим и подбодрить министра здравоохранения, потому что вот в общении с отраслью он такой довольно бодрый, решительный, а когда надо заступаться за увеличение финансирования здравоохранения в рамках правительства, то, насколько нам известно, он весьма робок. Ну, мы тогда готовы помочь. А каким образом вам это известно? Ну, просто мы ждем, когда он скажет, что для отрасли надо гораздо больше средств, хотя бы столько, сколько министерство запросило в прошлом году, плюс 109 миллионов, и этот запрос был согласован с социальными партнерами, с работодателями, с профсоюзами. Вместо того дали, к сожалению, всего лишь 30 миллионов, то есть минус где-то 70-80 миллионов, но не слышно, чтобы министр об этом говорил с премьер-министром, с нами министр об этом тоже не говорит. Ну, тут уже явный признак робкости, извините. Хорошо, вы сейчас говорили о каких-то европейских нормативах, которым Латвия должна следовать, в том числе, что сказано в европейских нормативах, в регулах, не знаю, в каких-то договорах многосторонних европейских по поводу финансирования здравоохранения? 35-я статья Хартии основных прав жителей Европейского Союза четко говорит о том, что жители стран Евросоюза должны иметь хороший доступ к высококачественному здравоохранению. Это в Латвии, к сожалению, грубо нарушается по сей день. К тому же мы знаем, что молодые страны Евросоюза, такие как Латвия, Литва, Эстония и так далее, то есть те, которые вступили в 2004 году и после, они выделяют в среднем для здравоохранения 5,2% от ВВП. Латвии почему-то только 3%. И Всемирная организация здравоохранения конкретно для Латвии посоветовала достичь планку вот этих 5% от ВВП уже в 2014 году. То есть вот вам те конкретные индикаторы, которые Латвия должна достичь, чтобы не обижать своих жителей в плане здравоохранения. За это мы и готовы побороться 20 апреля. Расскажите побольше по поводу этой акции. Насколько я понимаю, в анонсе говорила, что она будет громкой. Вот что это значит? Это значит, что акция будет проводиться в виде собраний, то есть мы будем иметь право громко высказывать свое мнение. А где будете собираться? А собираться мы будем у национальной библиотеки между рекой Даугава и Муку-Саласиэла. И мы также будем использовать звукоусиливающие устройства. Это тоже нам разрешено. И мы, конечно, призываем присоединиться всех пациентов или потенциальных пациентов, чтобы отстоять свое право на доступное качественное здравоохранение. Потому что силами одного профсоюза, конечно же, эту проблему не решить. А кто из латвийских политиков сможет вас увидеть? То есть кто там собирается присутствовать? Из латвийских политиков, кто будет присутствовать, я не знаю. Мы пока никаких официальных подтверждений не получили. Но мы обратились с информацией о данной акции протеста, о причинах, почему она проводится, о целях акций. Ко всем политическим партиям, которые входят в СЭИМ. И, ну, посмотрим. Я не исключаю, что кто-то придет к нам. Я также надеюсь, что из национальной библиотеки, где будет проходить вот это заседание министров здравоохранения, тоже кто-то выйдет к нам и уделит внимание нашему мнению. Ну, посмотрим. Сколько человек, на Ваш взгляд, соберется на это мероприятие? Ориентировочно тысяча. Это Вы имеете в виду медиков или вообще? Вообще. А ведь для медиков, насколько я понимаю, понедельник – это рабочий день. Не возникнет ли с этим проблем? Есть люди, которые работают посменно, то есть там проблем нет. Есть люди, которые будут брать отгул в этот день, ну, то есть официальный отпуск на один день. И для того, чтобы возместить им это, мы имеем средства в забастовочном фонде. Ну, да, это все входит в организационные мероприятия, и Вы правы. А сколько Вы планируете потратить из этого фонда? Ну, хотя бы на компенсации вот этих выходных дней? Ну, я не могу Вам пока назвать цифры, этот вопрос решается по факту. Мы потом подводим итоги и делаем тогда уже окончательный расчет. Ну, это примерно тысячи, десятки тысяч. Может быть, здесь слишком много врачей? Ну, я не буду сейчас спекулировать об этом. Это делается потом. А давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Константин, вот я слушаю Вашего гостя, и я понимаю, почему в Латвии так все происходит. Вот в его формулировке. Есть регула Евросоюза, есть правила. Мы ждем, когда там министр наконец додумается, что нужны деньги. Мы верим, что он сделает это и так далее. Это один менталитет Вашего гостя. Наш менталитет, мы знаем точно, что никто никакие регулы исполнять не будет, никакие деньги выделять не будет, если они не приведут к возможности личного обогащения. И вот в этом причина, по которой Латвия находится там, где она есть. Ваш гость предполагает, что правила должны исполняться. Мы же знаем, что они не исполняются, если нет личной наживы в той государственной системе, которая построена в Латвии. Ему шаблка не тому прямой пример. Если бы он поменял свою точку зрения, он сразу бы понял, почему здравоохранение в Латвии и история сострадания, и все остальные истории происходят так, как они происходят. Спасибо. Спасибо. Очень жаль, что вы так быстро положили трубку, потому что мне было, правда, интересно, что же вы предлагаете взамен. Как можете прокомментировать? Ну, вы уже очень хорошо прокомментировали, фактически, встречным вопросом. А что вы можете предложить взамен? Сидеть и просто протестовать в кухне своей? Нет, но можно было бы... Мы предлагаем прийти на... Ну, не то что на Дворцовую площадь, а прийти у национальной библиотеки в понедельник и громко заявить о своем недовольстве настоящей ситуации и потребовать, чтобы все-таки вот все эти, ну, скажем так, требования хорошей международной практики были выполнены здесь и сейчас. Вот, пожалуйста. Еще звонок. Добрый вечер. Добрый день. Добрый. Я не хочу вас огорчать, но я должен сказать, что ничего не выйдет из этого хорошего, потому что скоро из этих социальных завоеваний наших ничего не останется. Мы же попали в эту сферу культуры смерти, и там человеческая жизнь мало что значит. И поэтому все катится пропасть. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Еще раз добрый вечер. В эфире по-прежнему вопрос с пристрастием. В студии Оксана Антоненко. А в гостях у нас по-прежнему Валдес Керис, глава профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь, пишите нам в видеочате на портале MixNewsLV. Давайте со звонка начнем. Надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый. Еще раз извиняюсь, что я положил телефон. Значит, по поводу вопроса. Ваш гость спросил, что бы я предложил. Его акция около библиотеки, это приблизительно как протирать фары по автомобилю, у которого заклинил движок. Вас, выборщиков, отвлекают угрозой Кремля, там, не знаю, бомбардировщиками и прочим. И этим временем назначаете зарплаты 12 тысяч евро, пилят с Радыня, строят с Радыня так, что она рушится, продают вам автомобили за 160 штук для ГАИ, для ЦСДД и так далее. Перестать голосовать за этот движок. Перестать верить. Перестать вестись на эту пропаганду, что Путин придет сейчас и будет захватывать национальную библиотеку. Перестать голосовать за Абблтыню, за Дзинтерса, за Райвиса, за ужас, который исходит от русских. Да, спасибо. Только господин Белевич, который руководит Минздравом, представляет, не знаю, к счастью или к сожалению, совсем другую партию, которую вы не упомянули, союз зеленых и крестьян. Как считаете, господин Керрис, в том, что медицина не получает достаточного финансирования, есть какой-то политический подтекст? Ну, во-первых, мы не купились на заявление господина Белевича, что эта акция протеста нежелательна, потому что сейчас сложная геополитическая ситуация, мы с этим не согласны, мы пойдем и мы будем протестовать. Если слушатель может и хочет организовать какие-то более эффективные акции протеста, то это, конечно, в его руках. Слушатель предложил голосовать за другие партии. Может быть, действительно медицина не получает столько денег, сколько должна, потому что у нас политики нет? А тут я могу отметить, что мы перед выбором 12-го сейма написали всем партиям письмо, в которое просили четко и ясно дать ответ. Согласны ли они, во-первых, что право на здравоохранение – это приоритет, и, во-вторых, согласны ли они это реально подтвердить своей деятельностью, обеспечивая, что, ну, по крайней мере, в 2020 году здравоохранение будет получать 5% от ВВП, как это советовала Всемирная организация здравоохранения уже для 2014 года. Ну, давайте в 2020 хотя бы. И в нашей домашней страничке до сих пор можно прочитать наше письмо и ответы партии. И мы просили избирателей обратить внимание на то, как кто отвечает. Но в двух словах как ответили? Из тех партий, которые сейчас всеми однозначно положительно ответила только одна партия. Такая? Социал-демократическая партия Сасканя. Которая находится в оппозиции сейчас, если что. Если еще пару слов о политическом аспекте. У вас сменилось политическое руководство в министерстве. То есть было единство, которое, в общем-то, и до этого управляло министерством финансов. То есть было ближе к кошельку. Принято считать, что если министр отрасли из той же партии, что и министр финансов, то деньги получить как-то легче. А сейчас у вас Белевич, господин Белевич, он представитель Союз Зеленых и Крестьян. Министерство финансов по-прежнему находится у единства. Что-то поменялось? Ну, тут я должен высказать свое разочарование, потому что по существу не поменялось ничто. По крайней мере, в лучшую сторону не поменялось. Но при Цирцина что-то менялось в лучшую сторону? При Цирцина, когда ее назначили министром здравоохранения, были возможны два сценария. Оптимистический сценарий был такой, что Вену Атыба берет в себе должность министра здравоохранения, потому что имеет уже портфель министра финансов. И за счет этого действительно будет легче обеспечить прирост финансирования для отрасли. И можно будет сказать, вот какие мы молодцы, как мы хорошо работаем, мы подняли здравоохранение и так далее. Как это в свое время сделала Таута Спарте, когда был Гундерс Берзинч министром здравоохранения. Пессимистический сценарий же был другой. Там говорили, что Вену Атыба берет в себе министерство здравоохранения для того, чтобы безоговорочно соглашаться с тем, что средств для здравоохранения становится все меньше и меньше. И этот пессимистический сценарий, к сожалению, оказался реальным. Давайте еще звоним. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот я хочу вам сказать, что ваш гость уже не первый раз на вашей радиостанции, а по сути дела говорит он каждый раз все об одном и том же. То есть дело не избегается. И тот радиослушатель, который говорил, ну в целом, наверное, с ним, вот я как клиент медицины, могу тоже в большей степени согласиться. Ну, и в тех фразах, может быть, но по сути он прав. А что делать? Я вам дам совет. Я не в стране советов, поэтому я вам дам совет. Вот то мероприятие, которое вы затеяли у библиотеки, проводить не под лозунгом «дайте врачам там больше денег», а проводить под лозунгом «дайте денег меньше в оборуду, которая никому не нужна в такой степени», а эти деньги отдайте медикам. Вот вы выступаете против роста обороны, вы выступаете, чтобы медицина была на первом месте в республике. Это первый вопрос. А второй вопрос. Мне, к сожалению, у меня очень большая родня, я работаю, приходится сталкиваться с медициной по разным причинам. Я вам могу сказать откровенно, врачи живут очень хорошо. Прием в клинике сегодня от 40 до 80 евро, а занят врач на этом приеме от 15 до 25 минут. Простите. Врачу надо выступать где-то? Нет, не надо. Медсестрам, которые грязные горшки носят, ну, наверное, надо. Наверное. Но их никто слушать не будет. Их никогда не слушали. Спасибо. Давайте, может быть, со второй части вопроса начнем. Вот это не миф о том, что врачи мало получают? Нет, это не миф, потому что врач делает очень сложную и ответственную работу, и для того, чтобы он чувствовал все-таки, что он может прокормить семью и обеспечить ей свой профессиональный рост, не сжигая себя на нескольких рабочих местах, он должен получать как минимум где-то 2 или 2,5 средней заработной платы. Если сравнивать среднюю заработную плату в стране и в Латвии, до этого еще далеко. Во-вторых, то, что за прием... Средняя заработная плата у нас сейчас сколько, напомните? Ну, где-то около 800 евро до уплаты налогов. То есть, 1600 примерно до 2 тысяч. Это должно было быть то, что врач в среднем получает за одну ставку. Одна ставка 8 часов. Одна ставка 8 часов 5 дней в неделю. Совершенно верно. То, что врач получает за прием 40 евро, это не так. Да, больной платит где-то 40-50 евро, но врач от этого получает меньше, чем половину. Меньше, чем половину. Остальное деньги идет для содержания инфраструктуры и так далее, и так далее. Если говорить о первом, что вот надо давать для здравоохранения, а не надо для обороны, я бы все-таки хотел напомнить такое древнее изречение «Богу Божию, а Кесару Кесареву». То есть, должны соблюдаться правила хорошей международной практики. Если стандарты НАТО все-таки говорят о том, что для обороны надо 2% от ВВП, хорошо, но если Всемирная организация здравоохранения советует для Латвии 5% от ВВП для здравоохранения, если молодые страны Евросоюза дают уже вот в среднем эти 5% от ВВП, Латвия должна и это выполнить. Хорошо, но где сократить? Вот представьте себе на минуточку, что у вас портфель Министерства финансов. Пожалуйста, где обрезать? Может быть, они бы и рады вам дать больше, но нет? Есть, конечно, есть. И я могу привести конкретные примеры. У нас есть отрасли, которые финансируются ниже среднего европейского уровня, вот, допустим, как здравоохранение, но есть отрасли, которые финансируются избыточно. И это, например, так называемая отрасль экономические отношения, куда входит поддержка частному бизнесу, ну, например, там, ЛЭПАС Металургс вот случай был, да, еще другие, куда входит софинансирование европейским проектом. Мы не говорим, что для этого вообще не надо выделять денег, но это надо делать уравновешенно, и надо все-таки откладывать для здравоохранения и тоже. Во-вторых, мы вот так очень громко заявили, что в этом году отдали часть долга Европейской комиссии – 1 миллиард евро. Почему нельзя было договориться с той же Европейской комиссией, что мы отдадим в этом году 500, а остальные 500 мы отдадим попозже, и 500 миллионов евро вложить, вот, скажем, в здравоохранение, потому что как раз 500 миллионов не хватает для того, чтобы достичь вот эти 5% от ВВП. Мы не Греция, которая может добиться, что ей 100 миллиардов списали, но побороться за 500 миллионов ради жизни и здоровья своих жителей, я думаю, что это не только можно, это нужно делать. Вот боюсь сейчас соврать, но все-таки не могу не высказаться. Насколько я понимаю, мы все-таки перекредитовались, то есть мы один долг отдали, другой взяли, это такое финансовое управление, это нормально, в принципе, для нашей страны, это происходит постоянно. Но это, опять же, надо… Не надо мухлевать, надо заботиться о своих жителях. Понятно. То есть вы предлагаете меньше денег, выделяясь, к примеру, на финансирование европейских проектов. Но ведь поправьте, если я ошибаюсь, больница Страдани, новый корпус, разве это не финансирование из еврофондов? Я не говорю, подчеркиваю, что не надо вообще софинансировать европейские проекты, но это надо делать в таком масштабе, чтобы это не поглощало деньги, которые нужны для других отраслей народного хозяйства. Хорошо, можете назвать хотя бы один лишний проект, финансируемый из еврофондов? Я могу сказать, что если посмотреть, сколько было выделено денег за предыдущие годы для этого софинансирования, и что это дало для народного хозяйства, то оказывается, что никто вообще таких подсчетов не ввел. Это даже господин Годман заметил и об этом говорил. И тогда возникает вопрос, почему столько денег выделяется там, где никто ничто не подсчитал и где нет никаких международных рекомендаций, а для отраслей, где эти рекомендации имеются, где все подсчитано, денег не находится. По поводу больницы Страдани, вот такая незадача у нас получилась. И в больнице, и в министерстве. Министр здравоохранения господин Белевич, насколько я понимаю, был очень удивлен и недоволен тем, что проект финансировался, потом приостановился, теперь надо возвращать финансирование. Это, опять же, лишние деньги для государства. Правительство было выделено. Правительство было вынуждено выделять дополнительное финансирование. Как утверждает господин Белевич, во всем виноват не очень качественный менеджмент самой больницы. Вот почему так происходит? И может быть, действительно у нас часть денег, которые выделяются на здравоохранение, они оседают где-то не там. Или просто как-то неправильно ими управляют? Или разбазаривают, грубо говоря? История с больницей Страдани проливает свет на несколько весьма интересных аспектов этой проблемы. Ну, в первую очередь, работы были приостановлены не из-за каких-то неясных финансовых действий, а работы в строительстве были приостановлены из-за того, что обнаружили деформацию несущих структур, то есть было подозрение на некачественно выполненные работы. Совершенно четко и совершенно ясно. И то, что констатировали, что да, это, возможно, брак строителей, и в таком случае строители должны за свои деньги все поправить, это тоже довольно ясно и четко сначала прозвучало. И там все было понятно. Но если так, если действительно так, почему надо было добавить еще 15 миллионов вдруг в срочном порядке? Это никто так и толком не объяснил. По крайней мере, в СМИ это не прозвучало. И тогда вот возникает такой интересный вопрос. Почему для строительства мы можем мигом найти 15 миллионов без большой дискуссии и без подробного основания, а вот для уменьшения очередей, для уменьшения платежов пациентов мы не можем найти деньги? А вам, как кажется? Ну, я думаю, что тут вопрос о приоритетах очень прост. То есть правительство очень любит строительство, я так понимаю? Да. А заботиться о здоровье и жизни людей, это второстепенно. Если вернуться еще к больнице Страдания, практически сразу после того, как господин Белевич углубился в свою работу, то есть прошло несколько месяцев, как он стал министром здравоохранения, он заявил о двух приближающихся или, возможно, надвигающихся банкротствах. С одной стороны, первая больница, с другой стороны, больница Страдания. Оказывается, что и там, и там не хватает денег. Опять же, господин Белевич, сидя в нашей студии, говорил, что проблема в финансовом управлении, как в самом Минздраве, потому что никто не следил за тем, как расходуются деньги, так и в самих больницах. Вот что об этом думаете? Ну, я могу сказать, что если говорить о восточной больнице, то там действительно задолженность уже достигла где-то 8 миллионов в течение последних трех лет, если я не ошибаюсь. И больница об этом регулярно докладывала, Министерство здравоохранения, больница даже пригласила независимых аудиторов, чтобы они проследили, в чем причина. Есть заключение этих аудиторских фирм Pricewaterhouse и Deloitte & Touch, которые можно прочитать в домашней странице больницы, о том, что причина всему – это низкое государственное финансирование, которое не покрывает самостоимость той врачебной и медицинской помощи, которую больница оказывает больным. Про больницу страдания мне труднее высказаться, потому что там вот таких аудиторских заключений, ну, мне, по крайней мере, неизвестно, чтобы они были доступны. Но я думаю, что обе больницы – это университетские больницы, оба оказывают неотложную помощь, в том числе и в самых тяжелых случаях, и там эти проблемы могут быть сходны. И тогда можно сказать, что да, это один все-таки ясный, вопиющий признак тому, что здравоохранение у нас финансируется недостаточно. От руководителей частных клиник, не больниц, но так или иначе, которые тоже выполняют некоторые государственные заказы, то есть частично работают на те же тарифы, что и, может быть, больницы-поликлиники. Они говорили, что некоторые тарифы даже преувеличены, то есть они как-то с этим справляются. Почему получается, что государственные больницы не справляются? Ну, тут все очень просто. Государственная больница за счет тех тарифов, которые она получает, она должна оказывать неотложную помощь в полном объеме всем больным, которые поступают, вне зависимости от того, сколько этих больных, и вне зависимости от того, насколько тяжелые случаи. А частные лечебные учреждения в основном оказывают плановые услуги. И это две несопоставимые вещи. Там, конечно, совершенно другие затраты денег. И если отсеивать только плановых и наиболее выгодных случаев для себя, то, конечно, можно и прибыль получить от тех тарифов, которые сейчас утверждены, а если ты должен лечить все неотложные и все очень тяжелые случаи, то там однозначно минусы. То есть, получается, проблема не в том, что в принципе тарифы низкие, а проблема в том, что тарифы низкие на обслуживание срочных пациентов. Неотложных пациентов. Неотложных. Да. Еще звонок примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Знаете, конечно, от всей души хочется пожелать успехов и сходу дела с вашей демонстрацией. Но дело в том, что денег вы все равно не добьетесь. Деньги, предназначенные на медицину, ушли на спасение пресловутого паркса банка. Там искать надо у тех людей, которые это проводили, эту аферу. А вот второе, что я хотел заметить, вы знаете, честно говоря, удивляет, почему ассоциации врачей или медвестер там не поддержат вашу демонстрацию? Почему другие профсоюзы не обеспечат массовость? Ведь проблема не только в медицине, там проблема во многих отраслях. А с вами профсоюз здесь сидят и наблюдают, и что уж из этого выйдет? Спасибо. Да, спасибо за хорошие комментарии. Но не все так уж плохо, и нельзя сказать, что никто нас больше не поддерживает, кроме нас самих. Мы имеем поддержку с двух, уже высказана нам официальная поддержка, еще от двух профсоюзов. Один профсоюз тоже работников здравоохранения, который входит в союз свободных профсоюзов в Латвии. Второй профсоюз энергетиков. Мы также получили сегодня официальную поддержку от Латвийской ассоциации медсестер, которая будет также советовать своим членам нас поддерживать в понедельник. Почему общество врачей не поддерживает? Ну, я не знаю, может быть, для них действительно кажется, что все хорошо так, как есть, но это вопрос к ним. Но, насколько я понимаю, это ведь те же врачи и те же медики, которые состоят в вашем профсоюзе, которые имеют отношение к обществу врачей? Ну, не всегда и не обязательно, потому что в обществе врачей где-то около трех тысяч членов, в нашем профсоюзе более десяти тысяч, но врачей вообще в Латвии более чем семь тысяч. И, ну, поэтому не обязательно, что вот одни и те же и там, и там. Это не обязательно так. Еще пару слов по поводу финансового управления, опять же, ссылаясь на Гунта Собелевича, который в нашей студии рассказывал о том, что очень иногда бывают высокие зарплаты в больницах. Имеется в виду не те медики, которые выполняют ежедневную работу, то есть, ну, зарабатывают по 700, может быть, по 1000 евро, это в лучшем случае. Имеется в виду руководители отделений, администрация, какие-то начальники отделов кадров, например, у которых надбавки к зарплатам иногда составляют и 100%, и 600%. Вот про 4000 зарплат начальника отдела кадров, вот эту историю мы слышали. Также господин Белевич говорил о том, что у одного медика зарплата 14 тысяч евро в месяц. Как это можете прокомментировать? Может, конечно, заработная плата отличаться от медика к медику. Ну, и также, если мы будем смотреть на все эти административные затраты, там тоже, конечно, могут быть и разные тоже, скажем так, непорядки. Да, это возможно, но тут опять надо учесть две детали. Первое. Даже если распустить весь административный аппарат всех больниц, то экономия, которую мы получим, будет, ну, хорошо, если на уровне 1% от теперешнего бюджета здравоохранения. То есть это мизер, на этом нельзя решить проблему. Во-вторых, почему так отличается заработная плата от медика к медику? Да, есть несколько, ну, скажем так, очень хорошо зарабатывающих руководителей, начальников клиник, профессоров в том числе и так далее. Но туда входит также и компенсация, которую они получают за участие в научных международных исследованиях. То есть это дополнительные деньги. Во-вторых, мы, конечно, поинтересовались, был опубликован данный вид, это как будет на русском. СКД? Да. О том, как зарабатывает отрасль. И люди, которые зарабатывают в медицине, но там были, даже там не был разделен там частный и государственный сектор, там было сказано, что вообще в сфере здравоохранения те, которые получают больше тысячи лат, но это было еще тогда, когда были латы, их где-то, ну, меньше, чем 10% от всех, которые работают в отрасли. Это вы имеете в виду на руки или нет? Нет, до уплаты налогов. До уплаты налогов. Но, следовательно, если взять те, которые получают вот эти супервысокие заработные платы, это, я могу сказать, что все-таки на всеобщем фоне это единичный случай, а не закономерность. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас был Валдес Керис, глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. А в студии работала Оксана Антоненко. Всего доброго и до свидания. До свидания.